А бывает, опять же, знаете, видно, муза пролетела, и за пять минут родилась. Дирижер работает самым совершенным инструментом – это человеческий голос. Мы все немножко чудаковатые люди, потому что мы все время в работе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музыкант, дирижер и композитор. Заглянем к нему на урок. Одну нотку поменяйте ля, поменяйте на соль. Соль, соль, ля, ля, ля. В моей жизни музыка появилась, да, как, впрочем, наверное, и все в моей жизни, спонтанно. Когда я ходил в детский сад, музыкальный руководитель заметил мои какие-то способности музыкальные и порекомендовал родителям отдать меня учиться в музыкальную школу. Это, конечно, для меня было страшно, жутко. С малых лет это было сколько, пять или шесть лет. Вот с тех пор я связан с музыкой. Музыкальная школа, она всегда пригодится, всегда в жизни пригодится. К сожалению, не все это понимают сразу. Очень большое значение имеет то, когда ты видишь плоды своего труда, своей кропотливой такой работы. Вот знаете, как садовод, вот он взращивает растение какое-то, лелеет его, да, и вырастает там какое-нибудь красивое дерево прекрасное. Вот, собственно, так же, воспитывая ребенка, ты смотришь на него и смотришь, как вот он преображается. Наши дети очень отличаются именно в лучшую сторону. Мы, когда куда-нибудь приходим, все отмечают, что дети намного живее, интереснее, раскованнее, грамотнее, начитаннее, те, кто учатся в музыкальной школе. Это очень приятно. И вот когда видишь результаты этого труда, ну, становится радостным. Кто больше, дирижер или композитор? Конечно, дирижер, хоровой дирижер. Дирижирование, хоровое дело, это все, как говорится, это все мое. Практически нет статуса хорового, с которым бы я не работал. Ну, хоры подразумевают это. И детские хоры, учебные хоры разных звеньев. В разное время я работал со всеми этими коллективами. У всех задачи разные, у всех разные возможности, разный уровень. Но это очень интересно. Сейчас, на данный момент, у меня три коллектива. Два из них любительские. Это городской хор ветеранов. Наверное, мой любимый коллектив. Я им руковожу уже 30 лет. И я вижу, как дедушки и бабушки и в 30-ти градусную жару, И в 30-ти градусный мороз бегут петь песни, репетировать. Для них это праздник, для них это жизнь. Они этим живут. Второй коллектив, тоже любительский, который мы создали в проекте, как раз к юбилею города, музыка города, Это хор отцов. Хор отцов и сыновей. Ну и третье, конечно, это то, что моя непосредственная работа в школе. Это хор старших классов, ансамбли вокальные. То есть непосредственно на хоровом отделении. Девушка хочется когда-то, ведь оно не всегда. Дирижер, это, ну, наверное, можно сравнить еще с режиссером. Это профессия возрастная. Это профессия возраста. То есть чем старше человек, чем опытнее он, набирается больше жизненного опыта, тем он профессиональней. Потому что, что режиссер, что дирижер и преподаватель, он, инструмент его, это человеческие души. Дирижер работает самым совершенным, хоровой дирижер, самым совершенным инструментом. Это человеческий голос. Каждый приходит, каждый инструмент, каждый человек, да, приходит со своими проблемами. И нужно найти правильные слова каждому, чтобы он сделал то, что ты от него хочешь. Олег Валерьевич, вот мы сегодня с вами в историческом центре Березняков. Да, можно сказать, почему это место? Что вам здесь так дорого и любимо? Вот это место, это типичные березняки 60-х, может быть, еще 70-х годов. Здесь прошло мое детство. То есть, я бы так сказал, колыбель моей жизни. Был один велосипед на два двора. И вот мы собирались и нарезали к руки по очереди вокруг авангарда. Вот здесь находятся между школой, как раз и авангардом, гаражи, гаражные боксы. Вот те, да? Да. Однажды я получил двойку и спрятал дневник там, между гаражами, чтобы мама, естественно, не увидела. Ну, детская наивность. Мы жили на советском проспекте 30, это напротив дворца Ленина, стадион рядом, каток, различные секции спортивные, кинотеатр авангард с другой стороны. Все, что нужно ребенку для счастья. Все, что нужно ребенку для счастья, да. И музыка была у меня на самом последнем далеком месте, потому что музыкальная школа находилась на Льва Толстого при музыкальном училище. То есть, самый дальний путь был к школе, она была дальше всех вот этих мест, но то, что было дальше, стало ближе всего. Но я знаю также, что вы школу не закончили, да? Да, да, так получилось, что из-за того, что у меня был академический отпуск, в общеобразовательной школе я закончил 8 классов, 8-летка была, а в музыкальной школе только 6, а учится 7. Вот, и после этого надо было делать выбор, куда идти дальше учиться. Я пошел в музыкальное училище, поэтому у меня как бы свидетельства о школьном музыкальном образовании так и нет. Но и музыкальное училище вы тоже, да, сначала не закончили? В 85-м году меня с 4-го курса забрали в армию, не дали доучиться. Вот, и может быть хорошо, что так случилось, потому что, если бы тогда я закончил, я не знаю, как бы сложилась в дальнейшем моя жизнь. Вот, а в 85-м году забрали в армию, призвали в армию, я попал в ансамбль песни и пляски. Это профессиональный коллектив. Два года я служил срочно, потом оставался еще два года по контракту, и сюда я приехал уже обратно, если не состоявшимся, конечно, музыкантом, то вот как раз тогда я уже решил, что я буду делать в жизни. Вы очень много раз уезжали из Березняков, но все-таки вновь сюда возвращались. Расскажите, куда вы уезжали, и вот почему вы вообще уезжали? Вообще, я даже не могу понять и объяснить, почему всегда так случалось. Но случалось всегда именно так. В жизни приходилось работать в разных местах, в разных городах, в разных коллективах, профессиональных, и работа интересная. Но так или иначе, я всегда возвращался в этот город. Почему? Ну, не знаю, может быть, какой-то магнит здесь, там где-то у нас в недрах. Хорошие люди здесь. Да и все равно, знаете, ну, как это не, может быть, не примитивно звучит, да, ну, где родился, там и пригодился. Одно из последних, куда вы уезжали мест, это был Ижевск. Расскажите об опыте работы там, куда вас приглашали. Это был Ижевский камерный хор, профессиональный коллектив. Работа очень интересная, работа дирижера. В этом коллективе за год, пока я там работал, я успел поучаствовать в нескольких проектах. Это проект к столетию государственности Удмурти. Это проект совместно с детскими музыкальными школами Ижевска и в целом Удмуртии, детский альбом Чайковского. И третье, где мне посчастливилось поучаствовать, это организация и выступление тысячного хора отцов и сыновей Удмуртии. Я несколько раз отсюда уезжал и возвращался. Несколько раз уезжал, возвращался. Бывает, да, бывает немножко тесно. Вроде как хотелось бы реализовать себя на более высоком уровне. Но, тем не менее, у меня есть такая возможность. То есть я все равно имею связи с различными коллективами. Здесь все есть. Просто это нужно все, скажем так, поднять. Мы этим и занимаемся. Ну, вот, наверное, одна из последних крупных работ о вас, композитора, да, это Буратино. Да. Спектакль, где вы сотрудничали с Бенефисом. Конечно, после Рыбникова браться за это дело очень рискованно. Но, тем не менее, я попробовал. Я не знаю, получилось, не получилось, но вот вы говорите, что хорошо, и от многих я слышал, что понравилось. Ну, слава богу, значит, не зря старался, значит, удалось. Вообще, вот этот сам процесс сочинительства настолько он непредсказуем, я бы так сказал. Вот садись за инструмент с мыслью, вот сейчас надо сочинить. Песню там какую-нибудь, да, или композицию. Ну, вот не идет, не идет. И ходишь днями, неделями, вымучиваешь, то есть вплоть до немножко умопомрачения. А бывает, опять же, знаете, видно, муза пролетела, и за пять минут родилась. Бывает и так. Вот песня Карабаса-Барабаса родилась моментально. Ну, вот Дуримар с папой Карлой как-то долго так мучительно рождался. По музыке этого не определить, что и как. Понимаете, да, вот так вот слушать, или просто я сам делал, поэтому знаю. Там девять песен, танец кукол-марионеток. Ну, знаете, как музыка к спектаклю, как и к кинофильму пишется. Там очень много тем, леет мотивов, то есть определенных героев, скажем так. У каждого героя своя песня. Другая творческая страница – это аранжировки, переложения. Это уже в силу работы для тех коллективов, для возможностей тех коллективов, с которыми я непосредственно работаю. То есть вот сейчас у меня хор старших классов, детский хор. Я делаю для них переложения, аранжировки какие-то. А это, ну, сродни где-то, наверное, и композиторству, сочинительству. А когда вы делаете аранжировки, нет у вас такого ощущения, что вы как бы погружаетесь, да, в того или иного композитора? Что вы на себя примеряете его образ, на себя? Да, конечно. А как тогда здесь найти свое или не потерять свое? Соприкасаясь с какой-то интересной музыкой, великой, может быть, вечной, даже я бы сказал, ты уже так или иначе обогащаешься. Так или иначе обогащаешься. И не столько даже не потерять свое, сколько приобщение к этому, к чему-то великому, вечному. Понимаете? Вот это, конечно, здорово. Олег Валерьевич, у нас есть такой альбом «Большой человек. Городу с любовью». Это альбом нашего проекта. И каждый участник, кто стал героем нашей программы, здесь оставляет свои пожелания, которые через 10 лет «Городу к столетию» мы прочтем. Пожалуйста, вот тоже запомните этот альбом и напишите свое пожелание. «Город – это прежде всего люди, живущие в нем. Я люблю свой город. Не буду оригинален, перефразируя Владимира Маяковского, но в этом вся суть. Я знаю, город будет. Я знаю, саду цвесть, когда такие люди у нас в Прикамье есть. С праздником, дорогие земляки! Олег Першин, преподаватель детской музыкальной школы имени Чайковского.